МРТ и КТ срочно. Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец в Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирины Зайцевой. Сегодня мы расскажем. Какие вопросы были вынесены на обсуждение в ходе оперативного совещания? Как ведется подготовка к отопительному сезону? Познакомим с героем нашего времени. Участнику СВО Александру вручили медаль «Жуква». Результаты работы Центра поддержки участников специальной военной операции, членов их семьи, а также отделения Государственного фонда поддержки бойцов защитники Отечества сегодня стали главной темой еженедельного оперативного совещания. Обсудили сегодня и еще один важный вопрос – реализацию программы социальной газификации. Провел совещание по поручению главы городского округа его первый заместитель Олег Киселев. Центр поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове работает с 2023 года. Он ведет комплексную работу. Специалисты помогают оформлять все необходимые выплаты, документы, восстановить здоровье, пройти реабилитацию. Если необходимо, трудоустроиться. Записывают на бесплатные консультации к юристам и психологам, детей в кружки и различные секции, а также выделяют для ребят бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря, билеты на елки, различные мероприятия. Оказывают каждой семье бойцов и адресную помощь, о чем сегодня говорили на оперативном совещании. За первые полугодия 2024 года оказана помощь 20 обратившимся семьям, доставка и приобретение дров, помощь в уборке снега для одиноко проживающих родителей и семей с маленькими детьми, медицинское сопровождение и решение вопросов получения узкопрофильной медицинской помощи, структурными подразделениями администрации городского округа Серпухов, с серпуховским благочением, с серпухово-военным комиссариатом, управлением социального развития, социальными координаторами Фонда защитника Отечества совместно с Центром проводится планомерная работа, чтобы семьи наших бойцов могли получить комплексную помощь. В Едином Центре поддержки военнослужащих и членов их семей также проводят различные встречи, мастер-классы, акции. Участникам СВО собирают и передают гуманитарную помощь, подарки. Вопрос социально значимый, который требует нашего с вами особого внимания, это вопрос поддержки наших семей, военнослужащих, защитников Отечества. Все идут на помощь, это действительно наш долг. Спасибо за очень такую разностороннюю работу, за большой охват, прошу на лишний контроль взять, это очень важно, да, и это, наверное, одна из наших первоступенных задач. Комплексное сопровождение уволенным ветеранам СВО, инвалидам и родственникам погибших бойцов оказывают социальные координаторы Государственного фонда защитники Отечества. Их контактные телефоны на экране. Структура обращений состоит из 34 типов. Среди часто задаваемых вопросов можно выделить содействие в получении удостоверения ветерана боевых действий, денежные выплаты, связанные с участием в СВО, это федеральные, региональные и, конечно же, САГАЗ, самые проблемные, содействие в назначении мер соцподдержки, юридическая помощь, содействие в оформлении и восстановлении документов, не связанных с Министерством обороны, участие в патриотическом воспитании молодежи и увековечивании памяти погибших бойцов. Одна из приоритетных задач для Большого Серпахова – обеспечение газом деревень и сел, о чем сегодня также говорили на оперативном совещании. В программу, которая работает в регионе до 2030 года, включены 22 населенных пункта. На сегодняшний день ведутся работы в деревне Шипилово. Проект проходит процедура согласования. По решению президента Владимира Путина программа газификации расширилась. Определены особые условия до газификации садовых некоммерческих товарищей. СНТ должно быть расположено внутри границ газифицированного населенного пункта, либо в границах населенного пункта, подлежащего газификации, в соответствии с государственной программой развития газификации Московской области до 2030 года. СНТ должно являться действующим юридическим лицом. Домовладение в СНТ предназначено для постоянного проживания, то есть являются объектами ИЖС. Земельные участки домовладения поставлены на кадастровый учет. Наличие у зрителей права собственности на садовые земельные участки, расположенные на них домовладения. Наличие протокола общего собрания членов СНТ газификации. По итогам в программу до газификации согласно изменениям попали 40 СНТ. На сегодняшний день составлен паспорт инвентаризации, направлен на согласование в Мособлгаз. Дополнительную информацию члены садовых некоммерческих товариществ могут получить по номеру телефона, который сейчас на экране. Об исполнении бюджета Серпухова, пущенный Протвино за 2023 год, сегодня говорили на заседании Совета депутатов. Его провел председатель Михаил Шульга. На обсуждении также присутствовали глава муниципалитета Сергей Никитенко, председатель контрольно-счетной палаты Владимир Поддуков, представители прокуратуры, депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова. Заседание Совета депутатов началось с поздравлений. Знаете все, что 19 июня правительством Российской Федерации был подписан указ о присвоении нашему городскому округу Наукограда. Поэтому огромное спасибо за работу. Хотел бы сказать команде Сергею Николаевичу тоже огромное спасибо. Отдельно благодарность Татьяне Анатольевне Орловой, нашего куратора, Совета депутатов, за ту работу, которую мы провели. От тебя лично, от администрации, также примите слова благодарности за вашу работу, будучи еще в стадии кандидатами в Совет депутатов и вот уже действующими депутатами. Вы огромную работу разъяснительно проводите на своих избирательных участках. Далее перешли к основной повестке заседания. Рассмотрели почти 30 вопросов. Сначала те, что касались финансовой сферы. Первый заместитель главы Серпухова Олег Киселев предоставил отчет об исполнении бюджета городских округов Серпухов, Протвино и Пущино за прошлый год. Бюджет муниципального образования городской округ Серпухов в Московской области за 2023 год по доходам исполнен в сумме 18,360,738,000 рублей. Процент исполнения доходов составил 102,7% плана. По расходам бюджет исполнен на 17,306,5 миллиона рублей на 96% годовым назначением. И бюджет исполнен с профицитом в сумме 1,54 миллиона рублей против утвержденного дефицита в 144 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 1,917 миллиона рублей. Парламентарии также рассмотрели проекты решений о внесении изменений в бюджеты городов на 2024 год и плановый период. Увеличение по доходам и расходам Серпуховой планируется на 544 миллиона рублей. Дополнительные средства будут направлены на устройство линий уличного освещения, приобретение автобусов для учреждений социальной сферы, ремонт зданий и объектов социальной сферы. В Пущино планируется увеличение объемов на 5 миллионов рублей. Они будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья, содержание муниципальных учреждений, благоустройство территорий, проведение капитального ремонта дошкольного отделения «Незабудка» гимназии Пущино. В Протвино увеличение объемов поступлений будет на 75 миллионов рублей. Эти средства пойдут на благоустройство территорий, а также для выделения льгот семьям. Парламентарии также утвердили сегодня положение о ежегодном отчете главы городского округа Серпухов. Герой нашего времени, участник СВО Александр, указом президента Российской Федерации, представлен в государственной награде. Медаль Жукова бойцу вручили в торжественной обстановке в родном Серпухове. К поздравлениям присоединилась и наша съемочная группа. Александру приходилось служить в Чечне во время Первой Чеченской. На СВО, получив повестку, ушел осенью 2022-го. В Твери прошел курс подготовки, затем был Брянск, Луганск, Клещеевка и Берховка. В сентябре 2023-го Александр получил серьезное ранение в ногу, сейчас находится на реабилитации в Серпухове. Пришел приказ на штурм Берховки, зашел батальон, они уже нас там ждали. Ну, как там тяжелые бои были, мне пришлось выползать, километра три, наверное, может больше. Пока выползал, охотники за мной охотились. Ну, так вот по кустикам, по кустикам выполз с позиции. Ребята там на нуле перебинтовали. Указом президента Российской Федерации за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в ходе штурма, Александр представлен в государственной награде. Для участника СВО это стало полной неожиданностью. Вы одним из первых отправились защищать нашу Родину, наше мирное небо, мирное небо наших детей, наше будущее. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Конечно, хотелось бы отметить вашу супругу, которая рядышком с вами все эти годы, рука об руку. Сейчас Александр находится в отпуске, проходит лечение. Надежный тыл участника СВО, его супруга Светлана. За ленточкой пара обвенчалась. Я хочу сказать, что Родина – это все мы с вами. Это наша земля, это школа, это училище, это соседи, это все мы окружающие. И Родина иногда нуждается тоже в нашей поддержке. После реабилитации Александр планирует вернуться на передовую к боевым товарищам и продолжить отстаивать интересы Отечества. Из Серпухова в зону СВО передали автомобиль и гуманитарный груз. В сборе принимали участие депутаты, неравнодушные жители и общественная организация «Серпуховский рубеж». Вот эту машину мы передаем ребятам, нашим землякам из Серпухова. Они ждут. Мы пару недель назад фотографии им отправили. Восторг и счастье, море эмоций у них было и в режиме ожидания. Такое же настроение и у самих волонтеров. Им в очередной раз удалось ответить на запрос бойцов, которые сейчас за ленточкой. На этом техцентре тоже отремонтировано, отправлено как бы шестая единица. Но с лёгкой руки депутата Серпуховского совета депутата Ольги Ковчар. А с апреля месяца это третья Нива, которая отгружается туда. Маленькая компактная Нива защитного зелёного цвета полностью отремонтирована и приведена в идеальное техническое состояние. Над её восстановлением работали не одну неделю. Интернациональный коллектив техцентра «Мага Плюс» очень сильно помогли в покупке данной машины. Ребята, бизнесмены из Дагестана, братья Абакаруи тоже. В том числе и соответственно наши средства. И вот таким образом мы сделали эту машину. Здесь ребята работают. Таджики, узбеки, белорусы, армяне, русские. Это коллективный труд. Мы показываем тем самым, мы едины и целы. И нас никогда не победит. И нас не разделит. Уже на днях на ней смогут ездить наши серпуховские военнослужащие. А чтобы они не думали, где взять замену проколотым шинам, волонтёры отправляют также запасные колёса и запчасти. Самая первая машина, которую братья Исуповы со своей командой отремонтировали и отправили в зону СВО, послужила бойцам под Авдеевкой 9 месяцев. Но её подбил дрон. Низкий поклон братьям Исуповым за то, что они отправляют автомобили в зону СВО, тем самым помогая ребятам перевозить снаряды, перевозить необходимое оборудование. Ну и, соответственно, облегчать их участь там, на месте. За свой безвозмездный труд Мансур и Магомед Исуповы были награждены медалями «Работайте братья», которые вручил советник президента Московского региона Международной полицейской ассоциации Валерий Ковшарь. Я сегодня здесь, в комиссии своего руководства, это Всероссийская полицейская ассоциация, Международная полицейская ассоциация, и руководитель, генерал-лейтенант Сардак Иван Григорьевич просил лично вам передать слова благодарности за тот труд, за помощь, которую вы оказываете нашим ребятам. Взявшись за плуг, не оборачиваются назад. Это и о наших волонтеров, которые заручились поддержкой бойцов. До победного конца своей очереди на ремонт ждет еще один автомобиль. Вот эта машина тоже на очереди. Сегодня мы отправим ту машину, сделавшую очередь. Эта машина тоже в руки наших земляков Сарпуховичей попадет. Технически обслуживаем полное, сделаем, восстановим, доведем до ума, обкатку сделаем всей системы и отправим на передовую. К отправке гуманитарного груза присоединилась и общественная организация «Сарпуховский рубеж». Совместно с другими предприятиями они собрали продукты питания, маскировочные сети, перевязочные материалы, медикаменты, одежду и многое другое. Хочу еще отметить серпуховский продукт Сергея Широченко и Широченко Дмитрий, которые тоже откликнулись на нашу просьбу помочь нашим ребятам, которые защищают нашу Родину. Это они предоставили нам картошку, лук, морковку, сало и многое прочее. Закупили сети для танковых, рабицу для танкового батальона. Ребята там очень ждут. Но особо ценным грузом помимо автомобиля в этот раз будет мука и сахар для пекарни, которые волонтеры открыли в Белгороде, чтобы наши бойцы получали свежий горячий хлеб. Я съездил туда, в Белгород, встретился с людьми, которые попросили, говорят, Алексей, вы хотите помогать по хлебу, булочкам, пирожкам и все прочее? Я говорю, да, но нужно пекарня. Они говорят, есть пекарня, все, оборудование есть, но у нас нет муки и сахара. Совместными усилиями закупили все необходимое для выпечки хлеба булочных изделий. С начала спецоперации Серпуховский рубеж отправил уже порядка 15 фур с гуманитарной помощью не только на передовую, но и в Донецк и Луганск. И несмотря на штатное снабжение военнослужащих, организация считает своим долгом помогать находящимся в зоне СВО не только вещами, предметами быта, но и просто добрым словом, участием, поддержкой. А они на фронте имеют особую ценность. По поручению главы городского округа Сергея Никитенко сегодня прошло совещание с управляющими компаниями, на котором обсудили вопросы, возникшие в процессе подготовки котельных к отоплению в осенне-зимний период. Отопительный сезон завершился, но это не значит, что управляющие организации уходят в отпуск. Сейчас у всех людей лето, у нас с вами зима, и мы сдаем многоквартирные дома к УЗП, к зимнему периоду 2024-2025 годов. Для того, чтобы наши жители спокойно вошли в зиму, мы спокойно запустили все дома, проводятся гидравлические испытания в домах, проводится вентиляция, проводится ВДГО, чтобы дома были подготовлены к осенне-зимнему периоду. В городском округе почти 70 котельных и более 300 километров тепловых сетей. Помимо них нужно привести в надлежащую готовность к новому отопительному сезону и внутридомовое газовое оборудование, которое входит в состав общего имущества. Несмотря на большой объем работ, многие идут по плану, но отстающие управляющие компании взяты на контроль администрации. Готовь трубы летом. В рамках подготовки к новому отопительному сезону Серпуховский филиал «Газпром Теплоэнерго Московской области» производит гидравлические испытания на котельных. Котельный номер 6 в числе объектов, полностью прошедших тестирование. Лето – это по-настоящему жаркая пора у Серпуховского филиала «Газпром Теплоэнерго Московской области». Именно в этот период проводится подготовка теплоэнергетической инфраструктуры к отопительному сезону. Необходимо тщательно осмотреть каждый котел, проверить оборудование, насосы и теплообменники. На данный момент мы, слесари-ремотники, выполняют чистку фильтра, который находится на обратном трубопроводе. Это связано с тем, чтобы полностью промыть, прочистить, подготовить данное оборудование к следующему отопительному сезону. Важно также провести гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. Главная задача – заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. От шестой котельной на заводском проезде уже провели гидравлические испытания теплосетей. И успешно. Гидравлику проводили давлением 10 кг, выдерживали в течение 15 минут. Порывов не было обнаружено, то есть тепловые сети готовы к приему теплоносителя. В 2020 году эту котельную модернизировали, здесь установили самое современное оборудование, благодаря чему профилактические работы на источнике теплоснабжения продлились 7 дней вместо 2 недель. Это, соответственно, позволило и вдвое сократить сроки отключения горячего водоснабжения для 11 многоквартирных домов и 18 промышленных объектов. Сегодня котельная вновь начала подавать горячую воду потребителям. Ранний акцент на сокращение сроков отключения горячей воды в квартирах до 10 дней сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании с областным правительством. На сегодняшний день гидравлические испытания прошли более 70% тепловых сетей городского округа Серпхов. Опять весна на белом свете. Одна из строчек известной песни Булата Куджавы, которая играла в кинофильме «Атыбаты шли солдаты». И так назвали концертную программу, которая прошла на летней веранде Серпуховского историко-художественного музея. В день памяти и скорби вспоминали песни из фильмов о Великой Отечественной войне. Вот так звучит майский вальс в исполнении Оркестра народных инструментов. Здесь домбры, балалайки, ударные, баян, гусли и клавишные. Звуки инструментов сливаются в одно единое целое. Песни и кинофильмы о Великой Отечественной войне каждый раз напоминают о мужестве и стойкости русского народа. Исход войны еще не был определенным. А фильм «Два бойца» каждой фразой, каждым кадром вселял уверенность в победе. Для производства фильмов не хватало техники, не хватало самого элементарного – гвоздей, красок. Не было фанеры, из которой строят декорации. В концертной программе «Опять весна на белом свете» более десяти мелодий из советских и российских кинолент. Они знакомы многим. В этой программе рассказывается о песнях из фильмов о Великой Отечественной войне, о их создании, об их авторах. Потому что культура, конечно, и во время войны оставалась на высоком уровне, несмотря на все трудности. Мелодии из известных фильмов о войне, такие как «Два бойца», «17 мгновений весны», «Атыбаты шли солдаты», «В бой идут одни старики». То есть фильмы, которые известны, наверное, всем. Оркестр слушают, затаив дыхание. Гости заранее бронировали билеты, чтобы попасть на его выступление. Оркестр я посещаю не первый раз в разных местах города. Мне очень нравится такая музыка, я на ней выросла. В этом оркестре играет моя мама, и все детство я провела за кулисами, наблюдая за ней не только детство, но и юношество свое. Я стараюсь всегда, когда у меня есть время, посещать такие мероприятия. Я очень люблю такую музыку, живой оркестр. Это, наверное, одно из самых лучших, необыкновенных видов культуры. Мероприятие подготовлено коллективами культурно-досугого объединения, Дома культуры поселка Большевик и сотрудниками Серпуховского историко-художественного музея. В Серпухове троишные круги – это фольклорные народные песни, частушки и гармонь. Выступления творческих коллективов. В Принарском парке масштабно отметили праздник Святой Троицы. Пели фольклорные песни, играли, танцевали, радовались, знакомились и общались. Вот так в Серпухове отметили один из важнейших церковных праздников – Святую Троицу. Я встречаю самый прекрасный летний праздник. Это Троица. Он мне очень нравится, очень запал в душу. Он очень атмосферный и очень классный. Атмосфера вообще просто незабываемая. Я уже повесила ленточку, загадала желания. Я сплела венок, танцевала. Много чего. Для семейной пары Сергея и Маргариты Ульяновых Троица – особый праздник. Можно окунуться в самобытную культуру нашей страны, оценить красоту традиций и ее уникальные народные обряды. Здесь необычно. Есть такой культурный отдых. Очень исторично все. И там душа радуется. Мы стараемся каждый год где-то бывать, посещать что-то, что, знаете, связано с нашими корнями, с историей, с культурой. Этим летом это первый. Святая Троица – это один из 12 важнейших церковных праздников. Традиционно отмечается на 50-й день после Воскресения Христова и на 10-й после Вознесения Господня. Восточных славян Троица входила в праздничный цикл, который начинался за три дня до Пятидесятницы и завершался обычно Духовым днем. Этот период в народной традиции известен также, как Зеленая святки или Русальная неделя. Символ праздника – береза. В Серпухове троечные круги проводятся с 2011 года. У нас на самом деле все в живом формате. То есть народ сейчас подойдет, и мы начнем водить круги хороводные для взрослых, играть в игры, завивать березки. Здесь много березок как раз таких плакучих. Кумиться будут девушки, женщины. Будет обязательно традиционная наша яичница. То есть стол такой всклаченый. Можно сказать, как раньше гуляли всем миром. Ну, вот примерно такой неформальный народный праздник. Поскольку этот парк такой природный, а Троица – праздник тоже. Это праздник, можно сказать, природы в том числе. Говорят, что на Троице земля именинница. Мы решили попробовать первый раз, что получится у нас в парке здесь. Тамаре Ивановой больше всего понравилась Плестивинке. Женщина сделала украшение себе и своим родным. Для нас это большая радость, большой праздник. Сегодня и в церкви был большой праздник. Мы все присутствовали на этом празднике. И решили сегодня здесь приобщиться к русской культуре. Это очень здорово, когда много людей идут и радуются, и будут праздновать такой великий праздник. Жители приносили с собой из дома термосы с горячим чаем и туристические коврики, чтобы было уютно и тепло. Многие были здесь сначала и до самого конца мероприятия. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на нашем канале. Кроме того, вся актуальная свежая информация есть в наших социальных сетях. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова